В Венесуэле приближается день Х, 23 февраля. Именно тогда у самопровозглашённого президента Гуайдо заканчивается им же самим определённый срок мандата на временное правление. Правления, однако, не было. Были лишь заявления о правлении. Армия по-прежнему верна законно избранному президенту Мадуро. Но Гуайдо, который пользуется прямой поддержкой США и их союзников, в субботу дал армии 8 дней на то, чтобы определиться с позицией. Как раз до 23 февраля. Что Гуайдо собирается делать после, он не сообщает. В любом случае, известно, что именно на 23 февраля назначены принудительные со стороны США поставки так называемой гуманитарной помощи через границу с Колумбией. Именно на 23 февраля Гуайдо созывает сторонников на грандиозный митинг-манифестацию, свою поддержку. Во что этот митинг может перерасти, даже страшно думать. Ведь там может повториться испытанная схема с неизвестными снайперами на Майдане. Из Каракаса Валентин Богданов. Национальная ассамблея Венесуэлы – официальное место работы Хуана Гуайдо, который провозгласил себя президентом. Чтобы самозванец всё время был под присмотром, сторонники Николаса Мадуро прямо напротив воздвигли свой форпост. В этой красной палатке коллектив «Горячий угол» собирает подписи против американской агрессии. Начаться она может под видом поставки гуманитарной помощи, во время какого уже по счёту решающего митинга президент-самозванец объявил об открытии ещё одного пункта сбора таинственных посылок из США. Если так о нас пекутся, то пусть лучше снимут санкции, говорят те, кто в Гуайдо не ходит. У нас достаточно еды. Нам не нужна гуманитарная помощь, которую хотят прислать из США. Да, мы действительно получаем помощь, но это помощь от нашего президента. Развязавшие экономическую войну против Венесуэлы по-прежнему в Каракасе. Над бетонным кубом посольства США, несмотря на то, что ДИП-отношения разорваны, всё ещё реет американский флаг. Оставшихся дипломатов бдительно охраняют. Полиция появляется. Едва достаём камеру. Сотрудник посольства к нам всё-таки вышел, но разговора с человеком в штатском не получилось. У вас есть кто-то, кто отвечает за прессу? Не общайтесь со мной, отдайте микрофон. Американская миссия расположилась в богатом районе Каракаса. Есть и иная столица. Каракас – город противоречивых политических измерений. Прозападные сторонники Гуайдо живут в основном на востоке. Те, кто за Мадуро, на западе, в имущественном плане, тоже всё наоборот. Внизу относительно благополучные кварталы. Наверху, куда везёт нас эта канатка, так называемый Бариус. Канатку протянули при Уго-Чавесе. Команданты начал переселять людей из фанерных халуп вот в такие многоэтажки с удобствами. Молодёжь пошла в вузы. Наш попутчик как раз везёт документы для поступления. Я не согласен с вторжением, потому что это означает потерю многих невинных жизней. Означает настоящую трагедию по вине случайного человека. Зато граффити с изображением людей правильных тут повсюду. На этих улочках прошла молодость действующего президента Николаса Мадуро. Несмотря на неприглядный внешний вид, Бариус на холме Сан-Агустин – важная точка на культурной карте Каракаса. 24 лауреата премии Грэмми, родом из этих трущоб. Но пусть земляки и популярны в Штатах, Америку здесь не жалуют. До Нэнси Нарвайес программа переселения пока не добралась. Но ей есть за что благодарить венесуэльские власти. Они дали всё. Многие из нас даже не имели документов, не было возможности учиться. Мы были безграмотные, ходили босыми, нечесанными. Боливарианская революция для таких, как Нэнси, действительно как религия. А Симон Боливар и Уга Чавес – её главные иконы. Из этого здания Чавес командовал вооружённым восстанием. Тут теперь его мавзолей. В центре мемориала саркофаг. Рядом почётный караул. Под холмом президентский дворец Мирафлорес. Сейчас он окружён пулемётными гнёздами. В 16.20 у старинной пушки появляется артиллерийский расчёт. В 16.25 время смерти команданте гремит залп. На выстрелы были похожи и обращения Чавеса к нации. Он сам в прямом эфире вёл телепрограмму «Алло, президент!», чаще всего сидя вот за этим столом. Это стол Чавеса? Да, этот стол действительно принадлежал Чавесу. За ним он неоднократно вёл свои радиопередачи «Алло, президент!». А Косте доверяют миллионы, и Гуайдо, конечно, хотелось бы, чтобы она перешла на его сторону. Но массового предательства, что среди журналистов, что среди военных, несмотря на призывы из Вашингтона, не наблюдается. У нас есть поговорка. Одного желания недостаточно, чтобы забеременеть. Оппозиция обязана соблюдать законы, так как в противном случае завтра в любой другой стране США могут атаковать все юридические институты, все законы и всю государственность с тем, чтобы навязать волю корпорации Трампа в этой стране. И никто ведь на такое не согласится. И потому Венесуэлу пытаются добить экономические санкции. И, как следствие, социальной нестабильностью растет преступность. По Каракасу со съемочным оборудованием лучше перемещаться с охраной. Нашу машину сопровождает мотоцикл. «Еще два года назад я могла ездить на метро. Сейчас я уже вытащила золотые сережки из ушей, не ношу часы. Чем ты объясняешь рост преступности? Как человек, который здесь живет уже 7 лет? Какой-то контроль пропал. Со смертью Чавеса, конечно, все очень изменилось. Я вижу, да, очень много полиции. И вот последние месяцы, действительно, я вижу, что борьба с преступностью, она обострилась, слава богу». С оружием в руках полицейский спецназ ходит даже днем. Тебе нравится Калашников? Нравится? Почему? Нравится, потому что он очень хорошо сделан. Он сделан в России. Он очень надежный. Боец дежурит неподалеку от магазина «Меркаль». По фиксированным ценам там продают продуктовые наборы. Не разносолы, но пропасть не дадут. «А что вот в этом пакете? Что им дают?» «Сейчас в пакет не положили сахар, молоко и крупу. С каждым годом продуктов в наборе все меньше». Зато недавно добавили курицу. «Нам не нужна эта гуманитарная помощь. Вот уже 4 года, как мы раздаем пакеты с различными продуктами. От 14 до 15 наименований стоит такой набор 100 суверенных боливаров». Получается около трех центов. Но американские власти пытаются представить происходящее как гуманитарную катастрофу. Венесуэльцы с тревогой ждут 23 февраля. Чем все обернется, можно только гадать. Фидель Артегоса делает это профессионально. Бабалау, так называют колдунов популярного у латиноамериканских выходцев из Африки культа Сантерия, гадает на дольках кокоса. Бросал пять раз, чтобы было наверняка. «Высший оракул Арунмила говорит, что всем нужно стараться придерживаться спокойного состояния и не впадать в агрессию, потому что может быть пролита кровь, если мы не будем держать себя в руках, а мы мирный народ». Через шесть дней венесуэльцам, несмотря на возможные провокации, очень важно будет это снова подтвердить. Валентин Богданов и Иван Уткин. Вести недели из Венесуэлы.